Смотри, мы берем пол, мы делаем фотографию, чикс, и сейчас мы даже можем, когда просматриваем фотографию, у нас фотография с двух частей состоит. Одна фотография фотоаппаратом, вторая тепловизором. Один объектив тепловизора, один объектив фотоаппарата. И тогда, то есть, в этом тоже есть два объектива, но большие тепловизоры, у них один объектив, и ты потом что-то наснимаешь, и ты потом не можешь понять, что у тебя там было сфотографировано. Потому что по такой картинке, грубо говоря, ты сразу понимаешь, где у тебя есть. Через программу ты можешь, две фотографии рядом, они все складываются, и все видно. Ну, и он же телефон, да? И он же телефон. Вот что-то мне понравилось, эта игрушка. Как она называется правильно? КАТ-С-60. Всем привет, доброго времени суток. Сегодня мы взяли очередной наш домик, и нам предстоит из этого домика сделать очередной шедевр. Итак, суть проблемы в чем? Это рядные дома, очень популярные в Латвии сейчас рядные дома. Это когда боковые стенки левая и правая, она единая у вас с вашим соседом. И вы берете, как правило, готовый типовой проект, когда застройщик штампует такие дома. Таких домов, ну, просто миллион. У всех этих домов есть одна большая проблема, это звукоизоляция. Понятно, что когда большой застройщик гонит вот эти вот курятники, извиняюсь, дома, то он особо не заморачивается. Ему надо сделать коробку, фасад, картинку продать вам. Когда вы покупаете, вы покупаете, разумеется, полный спектр проблем, которые здесь нужно решать. Если вы понимаете это, то проблем нет. Хуже, если вы этого не понимаете. Итак, у нас есть панельные перекрытия, белые блоки, скорее всего, это аэрок, и заштукатуренные. И вы покупаете в таком состоянии, что потолок многоуровневый, сделаете сами, как вы хотите, а эта стена уже готова к покраске. Но не так все просто. Сейчас поднимемся на второй этаж, покажу, как это все непросто. Итак, мы увидим эти замечательные дома. У людей новая жизнь, но люди живут в сообществе людей. И поэтому, если сосед будет постоянно ругаться с соседкой за стенкой, каждое утро будет пылесосить, включать телевизор, и его собака будет доставать вас, то жизнь здесь может превратиться в ад. Наш пример. То есть у нас была уже готовая стена, и застройщик, когда приобрел это жилье, столкнулся с тем, что уровень шума невыносим. И здесь как бы всего ничего, но люди последние деньги отдают на приобретение таких домов, и вкладываться много в ремонт особо никто не хочет. Поэтому это первая проблема. Вторая проблема, очень многие верят в то, что вот это и есть финишная стена. То есть вот это уровень покраски, обоев или чего-либо. Это тоже большая проблема, потому что когда вы приобретаете, делаете ремонт, сосед еще не заселился. Какой это будет сосед? Будет у него пианино, скрипка, собака, или бог знает что, еще никто не знает. И поэтому люди разумные, они в любом случае здесь делают шумоизоляцию. Вот в любом случае. И если вы сделаете хотя бы минимальную шумоизоляцию, и то же самое сделает сосед, то проживание у вас здесь будет комфортное. Если этого не будет сделано, то сами понимаете, наживете себе проблем. Итак, что касаемо шумоизоляции. Почему еще не делают шумоизоляцию? Это третья причина, потому что она необычайно дорога. То есть мы находимся в Латвии, в городе Рига, и сделать профессиональную шумоизоляцию стоит бешеных денег. Уже, наверное, десятка-два сделал роликов о том, как сделать кустарным образом шумоизоляцию. И поэтому, собственно говоря, заказчики видят результат. И поскольку мне руки еще не сломали, а заказывают, значит, то, что сейчас я буду показывать, это, конечно, безусловная глупость, но она работает. Пошли. Итак, мы уже зашли в помещение. Первое, что мы делаем, это мы выставляем металлообрешетку. Металлообрешетку, к счастью, у нас сейчас нет кноуфа. Это контрафактом сложно назвать, потому что данное изделие для нас производится, определенная фирма, которая занимается металлом. И мы уже очень давно у нее берем металл. Что нам это дает? Во-первых, в два раза дешевле получается профиль, чем если бы его брать у кноуф. Во-вторых, толщина стенки у этого профиля примерно на 30% толще. А цинковка, разумеется, такая же, и прорельефка точно такая же. То есть получается, когда заказчик покупает нас, он получает бонус в том, что материал, а это половина стоимости проекта, он получает как минимум с 50-30% скидки. Не каждый заказчик, но получает. Итак, мы берем на эту штукатурную стену и ставим вот этот замечательный профилечек. Ставим по технологии кноуф, но нет кноуфа. Далее, что мы делаем? Поскольку мы занимаемся кустарной шумоизоляцией, но, к слову сказать, мы хотели здесь делать российскую TechSound, но она к нам приедет только через 3-4 недели, а ждать уже у нас столько нет вариантов, поэтому TechSound мы поработаем на следующем проекте, а на этом проекте все та же кустарная шумоизоляция. Итак, мы берем обычный дистанцир от кноуфа, и вот этот узел хотелось бы отдельно проговорить. Значит, очень частенько строители ленятся ставить вот эти вот деформационные прокладочки, не понимая, для чего они нужны. Во-первых, если будет пожар, то вот эта прокладка очень часто задерживает потоки дыма, и человек успевает проснуться раньше, чем он задохнулся во сне. Это раз, это немаловажно. Во-вторых, она очень влияет на деформацию. То есть, особенно в монолитных строениях идет линейное расширение, и дом дышит немножко. И поэтому, чтобы у нас не было микротрещины регифсе, вот эта штука, она здесь нужна. Но она также работает на шум. Итак, показываю. Значит, что мы здесь сделали. Во-первых, мы поставили вот такую замечательную прокладочку. Во-вторых, если мы будем столь внимательны, то мы под этот шуруп еще подложили вот такую замечательную гаечку. Так, поставили вот такую замечательную гаечку. И с чем мы боремся? То есть, по периметру везде мы проклеиваем вот эту деформационную ленту, которая не дает нам переходить определенным шумам. Сам дистанцер мы обрабатываем таким образом, чтобы у него было минимальное соприкосновение со стеной. Дальше, после этого, мы будем использовать вот такую вот вату. Это от Knauf Isolation. Нашими мозгами у него довольно высокая лямбда на звук. То есть, мы ее вот таким образом просовываем. Показываю, да? Вот так вот тщательно. Мы так делали в предыдущих проектах. Это всегда прокатывало. Это реально проверенный вариант работает. И дальше, если мы посмотрим, у нас вот здесь есть еще прословечка в 3 см. Ее мы можем заполнять. Опять же, если мы работаем кустарно, это может быть реставрационная подложка, которую используют при прокладках паркетов. Это может быть другая вата, другой плотности. Например, сюда можно поставить из-за вверх. Ну что ж, как мы можем видеть, мы находимся в этой комнате. И сейчас мы как бы делаем стандартное якобы решение. У нас есть два пути. Первый. Обратиться в компанию TechSound. И эта компания, мы к ней обратились. Она просчитала нам данные работы. 23 евро квадратный метр на стену. Но наш клиент жмот. Хотел еще дешевле. Поэтому желание клиента закон. А что интересно, что помимо того, что он хочет сэкономить, мы хотим поэкспериментировать за его счет. И как говорится, скупой не платит ни разу. Чем мы занимаемся? Значит, смотрите, мы поставили профиля по 60. Профиль у нас 55. Я уже ранее, немножко позже, да, рассказывал, как мы монтировали уши. Очень важный момент, что здесь есть везде компенсаторы. То есть на полу, на стенах и любой элемент соединения мы компенсировали деформационной лентой. Положили мы вату, кнауф инсталлейшн. Почему мы положили эту вату? Честно я скажу, я не сидел там в интернете, не смотрел, не читал талмуды и не умничал. Просто я этим занимаюсь много лет и для меня больше работа на ощущение. То есть у нас за стенкой есть клиент, мы ему звоним, он врубает циркулярку и музыку на всю. И я смотрю, работает моя изоляция или не работает. Вот это самый правильный подход, если у вас такое хорошее отношение с клиентом. Знаете же, что лучшее шумо и теплоизоляция набирается разностью материала. Чем больше разного материала, тем у вас больше шансов. А любой материал по природе является шумоизолятором. Вопрос на сколько? Поэтому смотрите, у нас есть ортен, про которого мы рассказывали. Камера просто не передаст звук, придется верить на слово. И есть еще предыдущих 20 роликов, в которых все получилось. И клиент посмотрел эти ролики и говорит, Ребят, ну раз вы такие крутые и сделаете мне на халяву, вперед, 23 евро за метр квадратный от TechSound, это копейки. Но он придрался к словам, говорит, раз вы в своих роликах говорили, что можете дешевле, делайте. И мы делаем. Значит, смотрите, мы проложили Knauf Installation. Здесь у нас, не думайте, что нам дают от стенки забрать 10-15 сантиметров ради хорошей шумоизоляции. Но на самом деле, когда человек здесь спит, он слышит разговор соседей за стеной, это не дело. Поэтому в данный момент мы сейчас от стены взяли только 51 миллиметр, не больше. Проложили 50 вату, и теперь делаем ту самую разницу, как я и говорил. То есть, что у меня в руке? В руке у меня подложка под ламинат. Это та самая подложечка, которую ложат вот сюда, и сверху потом на нее пойдет ламинат. Это вот она. Как интересно, да? Но производитель ее называет, что она для компенсации и для шумоизоляции. То есть, как я и говорил ранее, любой материал является шумоизоляционным. Сейчас мы, собственно говоря, этим займемся. Слишком плотновато, зараза, стоит. Как бы я не сделал хуже. Это не работает. Ну, ничего, ничего. Прорвемся. О, здесь кто-то забыл приглашить, кстати, Сережа. Ну, как вам вот такой подход? То есть, у нас получается пятерочка ваты. То есть, мягкая, твердая. Мягкая, твердая. Это для проникновенного звука. И мы его, как видите, засовываем в том числе за профилечек. Здесь главный такой момент интересный, чтобы потом какой-нибудь электрик хитрожопый не начал протягивать свои провода и не загубил он всю малину. Очень такой момент неприятный. И он имеет место. Вот он. Вот он, красавелла. Посмотрите сразу, какая интересная у нас шумоизоляция. Теперь, как мы будем дальше работать. Поверх вот этого материала любой шумоизоляционный производитель, TechSound и любой другой предлагает разного рода такие уплотнительные скотчи вот сюда ставить. То есть, помимо того, что у вас вся решетка не звенит, она в компенсаторах, еще вот эту часть нужно компенсировать. И мы таки нашли опять дешевый вариант, который сейчас я вам покажу. Ну, сначала доделаю эту работу, чтобы уж совсем... Ну что же, ребята, я вкратце и просто, чтобы не тянуть ваше время, показываю. Knopf Installation 5 см мы поставили. Профиля с компенсаторами, резиночками по всем соединениям установили. И поставили мы у нас реставрационную подложку. Ту самую подложку, которую ставят при монтаже ламина. Итак, следующее наше движение. Мы берем обычный 12-миллиметровый ГКЛ. Он же 3-гипс, он же гипсокартон. И продолжаем в том же духе. Значит, ставим вот эту пленочку. Что это за пленочка? Все правильно. Это опять та же самая полиуретановая подложка. 3 миллиметра в нашем случае, которая ложится под паркет. Почему мы занимаемся этой херней? Потому что если мы просим производителя, то в паркетном центре скажут, что это шумоизолятор. Так если это шумоизолятор и полный интернет пестрит всяких улибинок, которые засовывают его куда им ни попадя, чем мы хуже? Правильно. Следующее наше движение, чтобы нам ее было удобнее монтировать, я просто показываю. Мы ее прикладываем к гипсу и пристреливаем степлером. То есть мне нужно, чтобы она попала вот в это место, вот сюда. Но поскольку я его корректно установить не смогу, я ее поставлю на первый слой, прошью все это регипсовыми шурупами, дальше прошпахлю швы и поставлю обязательно второй слой гипса. Если мы говорим про шумоизоляцию, здесь необходим второй слой гипса. Итак, вы видите весь пирог в раз в резе. Вот первый вариант шумоизоляции, вот второй, вот третий, два слоя гипса. И между ними есть вот эта вот модель, когда идет мягкое, твердое, мягкое, твердое. Все это является кустарной шумоизоляцией. Так делать нельзя. Надо обратиться в компанию TechSound и сделать это профессионально. Но мы, как я повторю, сделали десяток роликов об этом. И просто есть наши фанаты, которые говорят, ну хорошо, приедите ко мне в мой дом и покажите, что это работает. Как мы двигаемся по ощущениям? Слышит камера или нет? За стеночкой человек включил на всю музыку. Там еще нежилое помещение, и он целый день работает. А мы целый день работаем с этой стеной и по ощущениям смотрим, как она работает. В нашем случае есть огромный дефект. Это в том, что полы экстреш уже залиты. В них есть шумоизоляция, но у нас есть прерыв. А вот с потолками повезло немножко больше. Там потолки недоделаны. Поэтому мы делаем традиционную обрешетку 60 на 40 и вставляем такую же самую схему, как мы делаем здесь. То есть, насколько она будет дешевле, чем у компании TechSound, я вам расскажу в следующем ролике, как и ровно о том, как у нас все получилось. Для того, чтобы вам на халяву не доставалась такая столь ценная информация, следите за этим проектом. Заболтался. И в следующем ролике вы узнаете реально, сработала ли эта шумоизоляция, сколько будет стоить квадратный метр такой изоляции, разница между профессиональной изоляцией и также я попробую подъехать к клиенту. Ролик приложу ниже в описании, где мы уже делали кустарную шумоизоляцию. Клиент пригласил. Спустя два года, там на ролике стоит дата, и сказал, что ты был прав. И угостил чаем и не только. А это уже о чем-то говорит. Так что скажу вам напоследок следующее. Дай безрукому любой профессиональный материал, и он его сведет на нет. И дай парню, у кого золотые руки, любой говно материал, если у него с головкой все хорошо, в подарок еще и две руки позолоченные, то из любого материала можно сделать хорошую шумоизоляцию. вопрос только во времени и желании. А на сегодня это все. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова